Каждый раз, когда... Не могу так объяснить это очень правильно. Когда ты чувствуешь это Божие присутствие, когда оно касается не только в разуме, но это присутствие, оно прямо до сердца идет. Так приятно прославлять вместе с тобой, с нашими прославителями и почувствовать, что это что-то большее, чем просто религиозный ритуал. Но когда ты как будто присоединяешься к небесам и чувствуешь, что это больше, чем земля, больше, чем вселенная, это что-то, что идет из вечности, и эта вечность в тебе уже. И однажды ты оставишь это все, что здесь проходит, и войдешь в эту вечность, в Божье присутствие это вечное. И это присутствие, оно никогда не меняется. Очень приятно пережить это. У меня был замечательный момент, когда я пережил один, наедине с Богом. Но когда ты вместе с церковью... Я не говорю это о каком-то большом мероприятии, где мы считаем головы. Бога... Ему важно количество. Он, конечно, хочет, чтобы было много людей на небесах. Когда церковь, это что-то... Это как тело. И когда тело все вместе, и мы все вместе поклоняемся Богу. И это что-то чудесное. Слава Богу, что мы могли это опять утром делать. Вы уже знаете, что утром, в воскресенье, можно рассказать всякие секреты, которые, может, в Библии не написаны еще. Мы можем это рассказать, потому что здесь мы только истинные Божьи дети. Я смотрю на свою жену. Она смотрит, что ты там говоришь. Что ты хочешь там делать. Это не написано в Библии, но так это было. Это в самом начале. В Эдемском саду Адам взял яблоко, укусил, съел первый кусочек. И на него сошел ощущение стыда. И он сделал одежду себе. из листьев. И жена тоже откусила. И тоже у нее ощущение стыда и сожаления. И она тоже оделась листьями. Они ушли в кусты. Сделали из листьев акации. Потом листья дуба. Еще из других деревьев листьев. Мы же знаем, что это так происходит. Единственное, кому смешно на этой шутке, это было мне. Это как с этого сейчас анекдота, который рассказал мы с ночи. Сегодня я хочу поделиться с вами с чем-то, что очень нехарактерно с Иисусом было. И считаем словом, мы констатируем, что Иисус говорит, что его слово это жизнь. Он сказал, что небеса и земля пропадет, но мои слова не пропадут. Он очень верный источник. Но есть другие моменты, где Он останавливается и говорит о тех моментах, моменты, где Он говорит истина, истина, говорю вам. И есть места, где Он говорит, что именно какие-то моменты, где Он говорит, что возможно, Вам кажется, что это преувеличено, что Я говорю, но это истина. Еще один момент. И сегодня я хочу, чтобы мы это прочитали. И хотел бы, чтобы ты тоже об этом подумал. Само индивидуально. Что Иисус хотел этим сказать. Это местописание Евангелия от Иоанна, 14 глава 12 стиха. Начинаем. И мы здесь читаем Евангелие от Иоанна, 14 глава, 12 стих. Истина, истина, говорю вам. Значит, истина, истина. Он повторяет это дважды. Истина, верующий в Меня, дела, которые творю Я, и Он сотворит. И больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Моему иду. Следующий стих, 13-й. И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне. Еще раз прочтем 13 стих «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне» И последний стих, на который мы обратим сегодня внимание, 14 стих «Если чего попросите во имя Мое, то Я сделаю» Попробую прочитать еще эти стихи, все три, не отделяя друг от друга Итак, «Истина, истина, говорю вам, верующие в Меня, дела, которые творю я, и Он сотворит, и больше сих сотворит, потому что Я к Отцу Мое, Мое, иду» «И если чего попросите у Отца во имя Мое, то сделаю, да прославится Отец в Сыне» «И если чего попросите во имя Мое, то Я сделаю» Какое-то время назад я это не замечал, но остановился у этих трех стихов И думал, сравнивал эти стихи, и хотел понять, что Иисус пытается нам здесь сказать через эти три стиха И моя уверенность в том, что Иисус фактически во всех трех стихах говорит одно и то же Он немножко поменяет слова, уменьшает количество слов, но Он три раза говорит одно и то же И вспомните, в 12 стихе начинается «Истина, истина, говорю вам» И потом Он три раза говорит одно и то же Если мы будем приходить к Нему что-нибудь прося И буквально там сказано «Во имя Мое» Но моя уверенность в том, что Иисус здесь не думает просто правильно как-то выговаривать, когда молишься Он здесь говорит о чем-то другом Что когда мы к Отцу приходим в молитве, уповая на то, что Иисус для нас сделал То тогда Он три раза говорит нам «Это истина, это действительно истина» Вы получите все Что вы будете просить у Бога, уповая на то, что Я сделал С чем мы можем это сравнить Что мы можем с этим всем сравнить Я помню, какое-то время назад рассказывал и пытался иллюстрировать что-то из своей молодежной жизни Когда мы говорили «Даю зуб как в залог» И в наше время это означало, что Он честно говорит Он дал зуб за это Никто, конечно, никому зуб не выбивал Но это был наш аргумент Самый большой аргумент, который у меня был в детстве Когда мне кто-то не верил, я говорил, я даю зуб в залог Что это истина, как я говорю Люди, бывает, идут к юристам, к нотариусам Чтобы утвердить тот договор, который они пишут В Новом Завете Нам говорится о том, что Бог тоже такие способы использует И это из Старого Завета во время Авраама Когда Бог говорил ему Я тебе дам потомков И дам тебе эту землю Мы все знаем, что первый раз Бог на Авраама Говорил, когда ему было 70 лет, что у него будет потомок, сын Но сын родился в 100 лет Это почти 25 лет И у Авраама было такое ощущение Ну где же? Я что-то не понимаю Не понимаю то, что ты говоришь То, что я слышу И правильно ли я понимаю И тогда он использовал такой прием Где в послании к евреям 6.17 написано Посему и Бог желает преимущественнее показать наследникам обетования Неприлежность своей воли Употребил клятву Бог сказал Аврааму Я тебе дам Авраам сказал Да, да Но Бог сказал Я хочу, чтобы ты верил И это он утвердил клятвой И там дальше написано Что Что раньше эти клятвы были больше Сильнее Когда бывают люди У могилы матери, например Клянутся И это даже было что-то больше Чем вот как раньше клялись Он клялся самим собой Ты это получишь Я тебе дам это Если ты останешься верным мне То, что Бог здесь сделал то же самое Сначала начинал Истинно, истинно говорю вам И он трижды говорил одно и то же Если вы идете к Богу К Отцу Что-то просить Основываясь Не просто говоря слова Но основываясь На то, что я сделал Вы это получите Если вы у Отца что-то просите Основываясь на то, что я для вас сделал Вы получите Чтобы Бог был превознесен В Сыне Если вы будете основываться на том, что я сделал То вы получите Чтобы мы были уверены в этом Чтобы мы знали, что это Невозможно, что это не произойдет Мы знаем, что есть какие-то законы физики Гравитация и все так далее Что действует Иногда мы это чувствуем, иногда нет Но это действует То это намного надежней И сильнее, чем все остальное Иисус тебе сказал Если что-то ты просишь у Отца Основываясь на том, что я сделал для тебя То ты это получишь Таким способом он разве Отменяет закон веры? Нет Есть написано Все, что верите С верой Все, что молитесь с верой Вы получите И это все вместе идет Значит, вера должна быть здесь включена Чтобы ты был уверен об этом Чтобы ты не усомнился в этих словах То для этого ты должен верить Как ты можешь знать, что Иисус для тебя сделал? Как мы это можем знать? Это написано Нам надо и Божье Слово, и вера Когда идем к Отцу Уповая на то, что Иисус для нас сделал Мы всегда можем получить ответ Можем быть уверены Что ответ В дороге к нам Что Бог со своей стороны Не замедлится и даст Вопрос Может ли что-то, что мешает мне получить Ответ от Бога Да, могут быть такие вещи Но здесь написано Бог тебе это дает Бог тебе дает Дорогие друзья, мы здесь В предыдущее воскресенье говорили О том, что Бог нам дал Вместе с Христом Очень многое Но сегодня я хотел бы посмотреть на то, что же это такое важное Ценное С чего начать Если я верю, что Приходя к Богу И нахожу в местописании Что Христос мне это даровал Что мне надо было бы Просить Основываясь на Божье Слово Есть важные вещи Это исцеление Есть ситуации, которые кажутся Что исцеление Это самое важное Что человеку в жизни надо Иногда Бог нам и помогает Нашей жизни Получить благополучие И есть ситуации, которые Самое важное, что может быть Это чтобы Бог дал силу Получить благополучие Может что-то еще Но дорогие друзья Соломон пишет Хочу напомнить вам И там вещь, с которой надо было бы начать Притчи 4.23 Больше всего хранимого храни сердце твое Потому что из него источники жизни И теперь мы знаем, что Есть что у людей хранить Это у кого-то наследство Может имущество Финансовые победы Который получил Получил человек Своей тяжелой работой Это что-то Что Зачем гонится весь мир У кого-то хорошие может гены Он очень разумно жил всю свою жизнь Он очень разумно жил всю свою жизнь И это его здоровье, которое надо было бы хранить И доктор говорит Вам надо хранить свое здоровье Храни свое здоровье Свои финансы Свои отношения Свои таланты Может какие-то хорошие свои качества Но Соломон пишет Больше всего хранимого храни сердце свое Это самая большая вещь Самая большая вещь, которая у тебя есть в этой жизни Это твое сердце Потому что из него источники жизни Энергия жизни идет Дорогие друзья Выходя из этого примера Я сегодня хочу поговорить о том О той вещи, которую Иисус Больше Который дал тебе и мне И мы знаем, что Он нам даровал исцеление Даровал силу получить благополучие Даровал силу Используя свои таланты Свои какие-то сильные качества У тебя какие-то особенные Богом данные качества Которым ты можешь служить обществу И влиять на этот мир И оставить след в этом мире Я верю, у каждого есть свое призвание от Бога И это оставить Оставить след в этом мире О чем люди потом Потом могут заметить Может кто-то не заметит Когда ты уже уйдешь И потом люди обычно понимают, что Потом люди только понимают То, что это был, например, пастор Или кто-то с сильным словом Может быть такое, что твое служение Люди узнают только после твоей смерти И не жди, что тебя все время будут хвалить сейчас Что у тебя ты сильный Или у тебя там классная машина Это не всегда так действует Чаще всего самые большие таланты Люди это не замечают При жизни этого человека Не дай, чтобы другие люди указывали твою ценность Дай Богу указывать твою ценность Что же это такое важное Что Иисусу надо было бы у нас внутри сделать Если бы ты просил у Соломона из Библии Иисус может изменить ли твое сердце Мое сердце Может ли он это сделать Это самое большое, что может случиться с тобой Он изменит твою внутренность Я у себя так думал Если бы он изменил бы только снаружи Дал бы только исцеление Это было бы много Но это не было бы лучше Если бы он дал просто силу получить благополучие Чтобы мы в этом мире были ценными Благословенными Но если бы он не изменил бы наше сердце То большая вещь в нас не была бы сделана Но Иисус Но Иисус Изменил Самую важную вещь, которая у тебя есть Он изменил твое сердце Он Он изменил тебя Когда ты принял Иисуса Своим Господом Спасителем Он вырвал из тебя Каменное сердце Я ничего как бы не чувствовал Скажешь Но когда оперируют Слепую кишку То Тоже это же не чувствует человек Потом только видно, что рано И ты же не чувствовал, как это сделали Когда Бог вытащил ребро из Адама Чтобы создать Еву Он тоже же ничего не чувствовал И в тот момент, когда ты принял Иисуса Своим Спасителем Он сделал радикальную операцию Он вырвал из твоей груди Каменное сердце И дал тебе Сердце Бога Божьего Дитя И ты был рожден Не От тела Но от Бога Он дал нам Свой дух Дух Дитя Дух Божьего Божьего Дитя Первое послание Иоанна Говорится, какой Он Такой и Он сделал нас Основываясь на том, что Бог Иисус сделал Это те вещи, которые касаются тебя У нас есть эта привилегия Начинать не снаружи С тела, с финансов С обстоятельств Не с тех вещей, которые пройдут Но начать с самого важного Это сердце У нас есть привилегия Начать Получать вещи Которые у нас Глубоко Внутри В твоем сердце В тебе Бог изменил эти вещи И ты и я И мы можем Получить их Придя к Богу Ты можешь сказать Если мне это Есть это сердце Почему Мне надо еще раз это получать Это вопрос Почему мы верующие Почему мы не такие, как Христос Каждый мы знаем Какого-то человека Мы же себя Со стороны смотрим И думаем Мы же идеальны У тебя же тоже бывают Какие-то маленькие Срывы Но это же ясно Почему так Знаете, что интересно Я скажу Своей семейной Картину своей семьи Время от времени Мы едем с Лигой Вместе в машине И как только Она садится Рядом со мной Она начинает Меня учить Как надо ехать И она это Она говорит, что Она так не делает Почему ты так Почему так Почему ты это не пропустил С кем ты сейчас соревнуешься И знаете Это было очень давно Почему я это говорю Когда я сажусь в ее машину Рядом с ней Я думаю, что я даю советы Я же не учу Она это не знает И я ей говорю Как надо там и так Я констатировал то, что Когда я Когда я кому-то тыкаю То я это не замечаю Я же от всего сердца Это делаю И когда сам еду То я кому-то пикну Или не пропущу И сын мне говорит Я не знаю никого В Риге Такого, который так часто Был бы Пользовался бы Сигналом В машине Но ты на Ты пикнул Знаете, здесь самая большая вещь Что мы видим Видим недостатки людей В других, но в себе их не видим Мы обижаем других людей Не думаем То, что мы сделали что-то плохое Мы по пальцам тыкаем В раны этих людей Мы делаем вольных Обижаемых И думаем Мы же Мы же очень хорошие люди Если все христиане Были бы такие, как я То церковь была бы Очень близко К К идеалу Но когда я смотрю На каждого Я же знаю Все ваши ошибки Может кто-то дальше сидит Тех мы не знаем Но те, кто сам Ближе всех сидят Те ошибки мы знаем И это самая большая вещь Откровение Что я не вижу себя Что мне надо, чтобы кто-то со стороны Это сказал бы Вилнес Ты делаешь мне больно Вилнес Ты едешь неправильно И на самом деле Это так благословенно Что кто-то рядом с тобой Садится и говорит Слава Богу Что у тебя нету Сзади Не написано Что ты пастор Слава Богу Что Никто не знает На какой машине ты едешь Если бы Люди из церкви Видели на какой машине Ты перемещаешься То они бы не ходили бы в церковь Знаете, что мне это помогает? Это помогает увидеть Что я не близок к совершенству Что мне надо учиться Как и меняться Как я могу меняться Как ему реально То, что глубоко в сердце у меня И Христос во мне изменил Как я это могу наружу вынести Могу ли я просить это у Иисуса Измени меня Сделай так Как ты хочешь, Господь Знаете, какую ответственность Я ложу на Иисуса Каким ты хочешь меня видеть Таким сделай меня Утром ты встаешь И наступаешь на ногу И еще сказать Вот, видишь, как Бог тебе Дал меня Чтоб я показал тебе Все твои недостатки Нет Иисус так не будет делать И ты не можешь С такой молитвой Приходить К Богу Чтоб Бог сделал Подобным Иисусу Нигде не написано Что Он так сделает Он изменил В тебе Внутреннего человека Он вложил в тебя Свой характер Но Но Наружу Это Достать Это твоя задача Улыбнись Соседу Своему И скажи Что Это твоя задача Это Это вытащить наружу Ты это можешь делать Так Что ты сначала Начинаешь верить Сначала Начинаешь верить То что Иисус Сказал о тебе То это истина Это истина Какой Он Такой И я Такой же Полный любви Терпеливый Вежливый Прощающий Так любящий Святость Но перед тем Как Посмотрим Практические вещи Хочется С вами вернуться К римлянам Местописание Послания К римлянам Глава 8 Двенадцатый стих Одиннадцатый Посмотрим Если же Дух того Кто воскресил Из мертвых Иисуса Живет Вас То воскресивший Христа Из мертвых Оживит И ваши Смертные Тела Духом Своим Живущим В нас Это Обетование Что Бог Так делал До этого И сейчас Он так будет Делать Потому что Вы Христе Иисусе С этого Начинается Вся глава К римлянам Восьмой Глава Восьмая Глава В тебе Живет Тот же Дух Который Воскресил Иисуса Из мертвых И твой грешную Плоть Он сделает Так же Как Иисуса И дальше Написано В 12 стихе Итак, братья Мы не должники Плоти Чтобы жить По плоти Ибо Если Живете По плоти То умрете Смотри С одной стороны Он начинает Вы во Христе Он продолжает И в вас Живет Тот же Дух Который Воскресил Иисуса Из мертвых И потом Он пишет Поэтому Больше Не живите По плоти Если Вы будете Жить По плоти Со всем Тем Что Ты во Христе Что В тебе Есть Дух Воскрешения Если Вы все Рано Будете Жить По плоти Вы умрете Что Значит Жить По плоти Это не означает Сразу Ругаться Матом Ограблять Банки Или Изменять В браке И по улице Ехать Как Ну так Да Вы поняли Это не означает Это По плоти Это может быть И означает Ну Предыдущая Тоже Как по плоти Но это Жить В естественном И первая вещь Приходить К Богу В соответствии Со своими Заслугами В Библии написано Если мы Что-то Просим На основании Том Что Иисус Сделал Оно Если ты Идешь К Богу На основании Того Что ты Сделал Может Ты На этой Неделе Усердно Читал Библию Может Ты Постился Три дня Всю Неделю Читал Библию И Перевел Человека На Зеленый Свет Сделал Что-то Хорошее И у тебя Такое Ощущение На этой Неделе Бог С тобой Гордится Может Это тебе Помогает Приходить К Богу В молитве Отношение Как у работника Вот я Сделал Знаешь Что Твоя Молитва Обречена Ты Ничего Не Получаешь От него Потому Что Если Ты Уповаешь На Свои Дела Тебе Надо Абсолютно Тогда Уповать На Себя И От Бога Ты Можешь Получить Только Проклятие Наказание Это Жить Во Плоте Жить Означает Умереть Если Ты Уповаешь На То Что Христос Сделал То Однажды Тебе Кажется Что Ты Что Хорошее Сделал Это Хорошо Это Хорошо Но Когда Ты Идешь К Богу Ты Знаешь Что Его Стандарты Такие Высокие Что Твоя Неделя Хорошо Прожитая Ничего Не Значит По Сравнению Со Стандартами Бога Единственное Что Тебе Дают Основу Со Смелостью С Уверенностью Как Ребенку Приходить К Богу Когда Ты Говоришь Что Я Иду Основываясь На То Что Иисус Сделал Он Взял Мое Наказание Он Дал Мне Свой Статус И Я Прихожу К Тебе Потому Что Иисус Сдел Меня Таким Бог Он Дух И Он Ищет Того Кто В Духе К Нему Идет А Не В Теле Бог Не Говорит На Том же Уровне Который Называет Я В Теле Что Ты Хорошо Сделал В Плоте Он Видит Через Иисуса Христа В Его Глазах Ты Искуплен Потому Что Он Основывается На То Что Иисус Сделал И Он Продолжает Павел Кремлина 8 13 И Продолжает А если Духом Умерщвляйте Дела Плотские То Живы Будете Он Не Говорит Что Дух Свят Это Сделает Если Вы Духом Умерщвляете Дела Плотские То Живы Будете Это Наша Задача Наша Обязанность Наша Ответственность Чтобы Плотские Эти Дела Оставить В стороне И уповать На него На его Аргументы На его Силу Если Вы Духом Умерщвляете Тела Плотские То Живы Будете Я скажу Другими Словами То же Самое У вас Постоянные Плотские Плотские Мысли Восприятия И дела И это Противоречит Богу Потому что Его Сущность Совсем Другая В тебе В тебе Часть Есть Которая Противоречит Богу Она Хочет Переделать Всю Божью Систему Себе Чтобы Она Была Тебе Понятна Но Точно Так Реальная В тебе Есть Та Сущность Которую Иисус В тебя Вложил И это То Что Родилось От Бога Это Самая Глубочайшая Составная Часть В тебе И это То Что Родилось От Бога Как Новое Творение Во 2 Коринфянам 5.17 Написан Тот Кто Во Христе Тот Новое Творение Все Что Было Оно Ушло И И Теперь Все Новое И Теперь Мы С тобой Посередине Своей Душе Между Плотским Нам Естественно Понятным И Духовное Которое В Слове Оно В том Что Христос Для тебя Сделал Это То Что Мы Можем Прочитать В Слове Божьем Где Иисус Говорит Что Вы Основываете Когда Основываетесь На То Что Я Сделал То Вы Всегда Увидите Результат И Бог Это Всегда Подтвердит И Теперь Мы Здесь Посередине Если Я Живу По Старым Стандартам Я Не Всегда Это Понимаю И Чувствую Но Это Портит Мую Жизнь Мы Можем Это Назвать Грехом Грех Это Жить Просто Во Плоте Не Всегда Это Делать Что То Очень Плохое Иногда Это Просто Означает Жить Естественно Не Не Покажу Это Библия В Кримлина 6.16 Павел Говорит Он Говорит Неужели Вы Не Знаете Что Кому Вы Отдаете Себя В Рабы Для Послушания Того Вы И Рабы И Дальше Кому Повинуетесь Дальше Или Рабы Греха К смерти Или Послушания К праведности Итак Что Здесь Он Пытается Сказать Что Когда Я Делаю Грех Когда Я Делаю Грех Я Даю Дьяволу Власть Над Своей Жизнью Знаете Что Грех Рождает Грех Это Как Цепочка Ты Тянешь Одну Звено Цепи А Оно Идет Дальше Вся Цепь И Если Мы Неправильным Отношением И Верой Не Отрубляем То Он Идет Дальше Это Означает Что Если Я Родился От Бога Во Мне Это Есть Божья Сущность То Во Мне Есть Ненависть К грехам И В Своей Душе Я Где-то Посередине Плодь Говорит Разве Не Было Чудесно Согрешить Это Было Так Так Просто Жить Жить Потому Как Мы Видим Посмотри Сколько Вокруг Людей Так И Живут Твой Дух Говорит Нет Это Противоречит Божьему Слову Я Ненавижу Грех Может Какой-то Грубый Грех Это Украсть Можно Что-то Украсть И Никто Тебя Не Поймает В Банке Ты Приходишь В Какой-то Кабинет Который Полный Денег Твой Плодь Говорит Возьми Возьми Там эти люди Все равно Так много Ограбили Всех Святой же Аргумент Но От Бога Рожденный Дух Говорит Нет Мы Это Не Будем Делать Я Ненавижу Грех Я Люблю Истину Если Бог Это Не Дает То Нам Это Не Надо И Мы Посередине И Так Хочется И Думаешь Как Ты Хорошо Всем Потом Сделаешь Как Всем Поможешь С Этими Деньгами Да И Думаем И И И И И И И С не зря написано если мы откажемся от него то он откажется от нас если мы вместе с ним если мы откажемся то он откажется я думал раньше если я никогда не видел до этого не ни одного человека который отказался бы от христа но потом я встретил одного потом он не мог вернуться недавно один писатель верующий недавно написал что больше не хочет чтобы его считали христианином он больше не тот которым он был раньше как это произошло с одним талантливым человеком который говорил многим на многих людей который своим свидетельством служил многим это произошло так что он не послушал божи он начал флиртовать с грехом и потом этот грех его заманил так что он отказался от веры если он написано если мы откажемся от него то он откажется это очень корыстная дьявольскими корыстный дьявольский метод это как в азартных играх один раз дают тебе выиграть во второй раз но у них одна задача почему они это делают они хотят тебя чтобы ты был рабом их ним дорогой друг я хочу сказать что в тебе есть вся божья полнота в тебе есть вера даже в тяжелые моменты тяжелые эти сложные моменты когда мир когда небо с землей перемешивается больше не могу кажется здесь здесь кричит плоть нет все уже не могу верить а сын уже 20 лет прошло и рядом если бог так сказал это я этому верю и мне все равно что мир говорит и авраам послушал духу божьему и это его сделал и это его сделала человеком веры кто ты есть тебе надо помнить что христос изменил тебя он в тебя вложил свое сущность и в тебе есть сила быть любящим нежным постоянным и все эти хорошие качества которые ты можешь представить перед собой то они в тебе халлилуйя господь я одно треть рассказал только о своей про от своей проповеди но я уже так и есть начинаешь говорить а потом уже слава иисусу я верю что бог поможет тебе понять это что твой выбор доверять иисусу это истина и она сделает тебя лучший человеком лучшим человеком своей для мужа и жены быть постоянным спокойнее ряда с ней против депрессии против всяким другим вещам потому что исцеление со стороны если нету внутренних изменений то это исцеление уйдет человек который не живет в духе в его жизни нету стабильности и мы не такие там